так здравствуйте мои дорогие друзья любители книжных историй и сказок вот и сегодня мы продолжаем наше уютное путешествие по миру замечательных друзей жабой кабака вот и мне уже ой уже конец пишут но нет мы только начинаем и мне уже не терпится начать я надеюсь что вам тоже вот итак жаба квак круглый год с горки квак стоял на крыльце у жабы колотил дверь жаб вставай кричал он зима пришла выходи скорей гляди как здорово и не подумаю донеслось из-за двери ради какой-то там зимы из-под одеяла вылезать еще чего но ведь красивый же не отступал квак бежим играть маленький пробурчал жаб у меня одежды теплой нет а я тебе принес вошел в дом вытащил жаба из кровати и надел на него пальто прямо через голову потом натянул на друга лыжные штаны потом нахлобучил ему шапку и давай шею шарфом обматывать караул вопить жаб спасите помогите меня душат а главное кто мой лучший друг да не душой тебя объясняет квак тебя кутают друзья вышли на улицу и потопали по снегу оставляя глубокие следы давай с горьки на санках кататься предложил квак ни за что ответил жабу не бойся сказал квак ты ж не один мы вместе здорово будет вот увидишь раз и помчались ты впереди садись а я сзади санки заскользили по склону ура крикнул квак крикнул и вдруг как свалится санок ажа помчался вниз набирая скорость все быстрее быстрее между камнями мимо деревьев квак как хорошо что ты со мной санки жабом перелетели через сугроб без тебя я бы не справился квак и кстати ты прав зима это здорово санки неслись с горки а навстречу летела ворона привет ворона погляди как москваком санками рулим жаб сказала ворона вообще-то ты на санках один же поглянулся я один звопил он квак где ты где ты квак и тут бабах санки врезали дерево бу-бух налетели на камень шимяк застряли в сугробе я здесь крикнул квак сбегая с горки он вытащил жабы из сугроба жаб я все видел ты прекрасно управлял санками сам ты молодец ничего не молодец вдохнул жаб но одно дело сейчас сделаю сам и у меня прекрасно получится какое такое дело спросил квак домой пойду ответил жаб зима хорошо а одеяло лучше за углом квак и жаб попали под дождь бежим ко мне говорит квак мой дом ближе пока добежали вымокли до нитки на мне сухого места нет жалуется жаб весь день испорчен ничего не испорчен мы чай будем пить с тортиком за это время дождь пройдет иди поближе к печке твоя одежда быстро просохнет а я тебе пока одну историю расскажу ну давай согласился жаб давно это было начал квак я был еще и гушонка и вот однажды в холодный серый день папа шепнул мне на ушко сынок ты не смотри что сегодня так пасмурно и уныло весна уже за углом за углом и я бросился искать этот угол ведь я так ждал весну я бежал и бежал по лесной тропинке наконец-то угол вдруг за ним весна подумал я и что спросил жаб она там была нет развел руками квак там была только елка и еще три камешка и сухая трава тогда я побежал на поляну бежал бежал и опять наткнулся на угол может быть за ним весна подумал я и что спросил жаб была она там нет покачал головой квак там был только старый пень а на нем дрема дремал червяк тогда я спустился к реке и долго шлепал вдоль берега пока не увидел угол наверное за ним весна подумал я ну и что была она там спросил жаб нет ответил квак там была только ящерица она играла со своим хвостом не убойся устал ты в тот день сказал жаб устал подтвердил квак да еще дождь начался и я побежал домой бежал бежал и тут увидел прямо перед собой угол смотрю а это угол моего дома это за него повернул еще бы и что же там увидел спросил жаб много чего ответил квак закат увидел маму и папу они махали мне улыбались на дереве пели птицы а в саду у нас расцвели цветы так это весна пришла догадался жаб значит это был нужный угол да кивнул квак я его нашел тот самый угол за которым весна веди квак сказал жаб а дождь то кончился ты был прав друзья выскочили на улицу сразу завернули за угол а вдруг и они не ошиблись за углом была весна мороженое однажды летним днем квак и жаб сидели у пруда было очень жарко вот бы сейчас мороженого размечтался квак сладкого такого холодного жаб обрадовался здорово ты придумал квак знаешь что ты посиди тут только не уходи никуда я мигом жаб побежал магазин и купил два рожка шоколадного плампира квак его обожает сказал жаб лизнув мороженое и я тоже и держа мороженое высоко над головой жаб поспешил к пруду где его ждал квак что-то прохладное мягкое шлепнулось ему на руку и попозло к локтю мороженое догадался жаб тает на солнце он зашагал быстрее а мороженое все таяло и таяло липкие шоколадные капли одна за другой плюхались ему на голову она же сейчас все растает размолновался жаб мороженое уже не капало оно текло брызги летели во все стороны стекали по курточке пятнами расплывались на штанах я ничего не вижу вопил жаб квак помоги мне а квак спокойно сидел у пруда поджидая друга вдруг мимо него принеслась мышка я такое видела такое видела пищала мышка на берегу страшное чудовище огромное бурое и все в таких в каких-то ветках и листьях спасайтесь она идет сюда тараторила белка сбираясь по стволу она ужасно она рогатая спасите спасайся кто может верещал заяц шмыгая в кусты квак спрятался за камень так на всякий случай и тут вдали появилось чудище появилась и начало приближаться огромные бурые все ветках и листьях ужасные и рогатые чудище спотыкалась шаталась и звало как где это квак мушки зеленые пошептал квак какое же это чудище это же жаб тут жаб споткнулся и вверх тормашками полетел в пруд он пошел ко дну но тут же вынырнул квак вытащил друга на берег квак схлепнул жаб растаял наш мороженое наше сладкое холодное не беда сказал квак я знаю что делать квак и жаб со всех ног побежали в магазин они купили два рожка шоколадного пломбира а потом усели в тенек под деревом и съели свое мороженое сладкое холодное вместе сюрприз стоял октябрь из деревьев облетели все листья облетели и теперь лежат на земле я вот что сделаю сказал сам себе квак я жабу сюрприз устрою прокрадусь к нему во двор и соберу все листья вот он удивится когда увидит и квак пошел в сарай за граблями тем временем жаб выглянул в окно и нахмурился ух уж эти листья все ими засыпано шагу ступить негде он достал из чулана грабли сказал пожалуй устрою я кваку сюрприз сгребу него во дворе все листья в кучу тот он обрадуется когда увидит квак побежал по лесной тропинке чтобы случайно не столкнуться с жабом а жаб пробирался сквозь высокую траву чтобы квак его не заметил квак прибежал к дому жабы и заглянул в окно ура жабы нет дома он ни за что не догадается кто тут убрал листья жаб прибежал к дому квак и заглянул в окно ура квака нет дома он ни за что не догадается кто тут убрал листья квак приступил к работе он сгреб все листья в огромную кучу а на лужайке у жаба и на лужайке у жабы стало чисто чисто квак подхватил свои грабли и поскакал домой жаб трудился изо всех сил он тоже собрал листья в кучу перед домом квака не оставалось не оставалось ни единого листочка жаб взвалил грабли на плечо и поспешил домой тут налетел ветер он дул дул и дул разбросал все листья на лужайке у жаба разметал все листья во дворе у квака вернувшись домой квак оглянулся и сказал у себя завтра все уберу зато жаб сейчас как удивляется жаб тоже вернулся домой огляделся и вздохнул ох сколько работы завтра возьму из-за дела и все все листья уберу зато квак то сейчас как радуется настоящий сюрприз получится жаб лег в постель улыбнулся и закрыл глаза квак тоже забрался под одеяло улыбнулся и закрыл глаза и обоим приснились хорошие сны новый год жаб приготовил праздничный ужин нарядил елку зажег свечи что-то квак долго не идет промотал он жаб посмотрел на часы вспомнил что они сломались стрелки на них не двигались жаб рассмахнул дверь и выглянул во тьму где же квак ох чуть мое сердце с ним что-то случилось что-то ужасное вдруг он провалился в пропасть я больше никогда никогда его не увижу жаб снова выглянул за дверь квака все не было а если он злоблудился в дремучем лесу ему там холодно и голодно а вдруг за ним гонится чудище громадное зубастая вот-вот догонит за жаб зарыдал и мы с моим лучшим другом больше никогда никогда не встретимся не встретим вместе новый год жаб вытер слезы и побежал в подвал за веревкой я брошу кваку веревку и вытащу его из ямы потом он полез на чердак за фонарем квак пойдет на свет и я выведу его из леса потом жаб направился в кухню и снял с гвоздя тяжелую тяжеленную сковородку береги чудище как дам сковородкой сразу зубы вылетят квак ничего не бойся я с тобой я спешу на помощь жаб выскочил из дома и чуть не налетел на квака привет жаб сказал квак извини что опоздал я подарок тебе заворачивал так ты что ж не упал в пропасть просил жаб нет ответил квак и не потерялся в лесу нет и чудище на тебя не набросилась уточнил жаб еще чего не хватало квак дружище значит мы все таки будем вместе праздновать новый год какое счастье жаб развернул подарок и ахнул и это оказались новые часы большие и красивые квак и жаб снова вместе список дел рано утром жаб проснулся и сразу сел в кровать сколько у меня сегодня дел надо список составить а то что нибудь забуду жаб взял карандаш лист бумаги написал список дел составлен жабом дальше жаб записал первое дело проснуться отлично сказал он сам себе одно дело сделано и жаб вычеркнул эту строчку затем он аккуратно вписал свой список все остальные дела список дел составлены жабом проснуться вычеркнуто позавтракать одеться пойти к кваку погулять с кваком победать отдохнуть поиграть с кваком поужинать лечь спать очень полезный список кинул сам себе жаб теперь я ничего не забуду за работу жаб вылез из постели с удовольствием поел и тут же вычеркнул из списка следующую строчку позавтракать потом жаб достал из шкафа штаны курточку надел их и зачеркнул еще одну строчку одеться жаб сунул список в карман и вышел из дома а там солнце ветерок дует птицы поют с добрым утром жаб вот и дверь квака жаб достал из кармана список и вычеркнул пойти к кваку жаб постучал в дверь и квак сразу открыл ему привет жаб квак гляди что у меня есть это список дел на сегодня ух ты сказал квак знаешь какое у меня следующее дело пойти с тобой погулять хорошо кивнул квак я готов и жаб с кваком пошли на прогулку они гуляли все утро на обратном пути жаб достал из кармана список и вычеркнул погулять с кваком тут налетел ветер и вырвал список у жабы из лап караул завопил жаб глядя как листок бумаги уносится в небо спасите помогите список улетает как же я без него бежим потянул друга за лапу квак мы его поймаем нет в отчаянии выкрикнул жаб не могу почему удивился квак да потому что в моем списке нет такого дела побежать за списком нет понимаешь тогда квак сам побежал за списком он несся по холмам перескакивал через болотца прыгал с камня на камень но список уносился все дальше все выше пока совсем не скрылся из виду пришлось кваку возвращаться ни с чем прости меня жаб он улетел какой ужас простонал жаб я же ничего не помню ни одного дела из моего списочка придется теперь сидеть тут и ничего не делать ну что же тахнул квак вместе посидим и целый день до самых сумерек жаб с кваком сидели на пригорке ничего не делали жаб сказал квак когда солнце начало опускаться за гору уже темнеет пора спать какой ты молодец квак обрадовался жаб это же последняя строчка моем списке лечь спать жаб взял палочку и написал на песке два слова лечь спать а потом зачеркнул их теперь порядок сказал он все дела сделаны день прошел с толком я очень рад зимнул квак и закрыл глаза и оба улеглись спать цветы вышел жаб прогуляться смотрит квак у себя в саду цветы поливает ой квак какие у тебя вот цветы красивые красивые согласился квак только хлопот с ними много вот бы и мне такие просит жаб хорошо вот тебе семена посадишь и в землю скоро у тебя вырастут цветы а что значит скоро спросил жаб скоро значит скоро ответил квак жаб примчался домой посадил семена и говорит ну цветочки растите а сам давай шагать туда-сюда шагал шагал а цветочки все не растут когда жаб наклонился говорит погромче и цветочки давайте растите и на клумбу смотрит ну цветы не думают расти жаб стал на коленке еще ближе пригнулся к земле да как закричить цветочки цветочки ну-ка растите тут прибежал квак что случилось что за шум не хотят расти пожаловался жаб так ты кричишь вот они испугались объяснил квак испугались меня мои цветочки конечно ты оставь их в покой на недельку солнышко их пригреет дождик польет они начнут расти поздно вечером жаб выглянул в окно мошки зеленые не растут мои цветочки может темноты бояться вышел жаб сад со свечами и с толстой книжкой почитаю-ка я им сказку чтоб не боялись и жаб до глубокой ночи читал своим цветам сказки на следующий день пел им песенки потом целый день рассказывал им стихи а потом с утра до вечера играл им на скрипке но цветы все не хотели расти что же делать хмурился жаб кажется мне достались самые пугливые цветы на свете как же я с ними устал сел жаб рядом с клумбой отдохнуть и не заметил как уснул жаб жаб вставай разбудил его утром квак гляди какой сад вырос жаб вскочил увидел на земле маленькие зеленые ростки ура захлопал он в ладоши цветочки растут они больше не боятся вот видишь сказал квак теперь у тебя в саду будут красивые цветы да кинул жаб но знаешь квак ты был прав хлопот с ними ох как много сила воли жаб испек печенье до чего же чудесно оно пахло съел одну штучку на вкус оказалось еще лучше жаб взял жаб печенье и побежал скорее к квак угощать я тут печенье испек попробуй а квак попробовал в жизни не ел ничего вкуснее и друзья принялись уплетать печенье одно за другим одно за другим еле еле пока квак не опомнился жаб давай не будем больше а то живот разболится давай еще по одному самому последнему а потом больше не будем съели по одному самому последнему а в миске еще вон сколько осталось знаю что жаб говорит квак я тут подумал давай еще по одному самому самому последнему и тогда уже точно все съели еще по одному самому самому последнему а потом еще по одному самому распоследнему а потом еще хватит хватит уговаривать себя жаб а лапка сама к печенью тянется все говорит квак с набитым ртом больше не кусочка проявим силу воли жаб жевать перестал а что это силу воли это когда изо всех сил стараешься не делать то чего очень хочется например не есть печенье точно квак собрал остатки печенья в коробку накрыл ее крышкой вот так теперь и захочется не съешь так ведь коробку можно открыть возразил жаб сказал квак взял веревочку и обвязал коробку со всех сторон теперь точно съесть не получится а если ножницами и крышку потом раз опять задумался квак достал стремянку приставил к буфету залез наверх положил коробку с печеньем на самую верхнюю полку вот высоко наше печенье не достанешь а по лестнице с ножницами веревочку перерезать крышечку открыть и забрался квак вверх по ступеньке взял коробку с печеньем веревочку перерезал крышку снял поставил коробочку на крыльцо и крикнул погромче птички я вам печенье принес и птички тут как тут слетели со всех сторон каждый по печенью в клювике в клювике клювик хватит и улетели вот и осталось у нас печенье грустно сказал жаб не штучки печенье правда не осталось согласился квак зато силы воли полным полно ну раз у нас столько силы воли обрадовался жаб то немного блинчиков это ведь ничего страшного с вареньем а и жаб побежал печь блинчики а вот и не страшно жаб и квак вместе читали книгу храбрые какие вздохнул жаб перевернув последнюю страницу с драконом сражаются с великанами никого не бояться как ты думаешь а мы с тобой храбрые жаб и квак вместе посмотрели зеркало на вид вполне сказал квак на вид то да на самом деле друзья вышли из дома жаб смотри какая гора давай заберемся и узнаем храбрым или нет предложил квак и запрыгал по камешкам а жаб запыхтел вслед за ним вскоре показали показалась темная пещера из нее огромная змеиная голова завтрак пожаловал прошипела голова привет вкуснятина и голова разинула пасть а закричал квак и они жабом припустили со всех ног жаб карабкается вверх лапки тянутся а сам шепчет не боюсь не боя не боюсь не боюсь ползли ползли пока не услышали грохот прямо на них катились огромные камни лавина закричал жаб и они с кваком едва успели отпрыгнуть в сторону квак на камни смотрят зубы стучат а сам шепчет а вот и не страшно а вот и не страшно и вот наконец вершина но что это почему так темно да это же тени ястребиных крыльев квак с жабом за камень прыг и затаились а ястреб пролетел мимо не боимся не боимся прошептали ему вслед квак и жаб и со всех ног бросились бежать вниз горы вот уже осталось за спиной то место где их едва не накрыло лавиной вот и пещера со змеей позади вот и гора кончилась а друзья все бегут и бегут до самого дома квак какой же ты смелый восхищается жаб и в кровать головой под одеяло юрк жаб какой же ты храбрый восхищается квак и в шкаф дверью за собой хлоп так и просидели до самого вечера жаб под одеялом квак в шкафу сидят и радуются вот это друг у меня с таким ничего не страшно спит жаб и видит сон как будто он стоит на сцене в причудливом наряде в шляпе с пером стоит и вглядывается в темный зам а там в первом ряду сидит квак и вдруг откуда-то незнакомый голос дамы и господа сегодня перед вами выступит сам великий жаб жаб поклонился квак закричал браво и вроде бы сделался немного немножко меньше сейчас опять послышался голос жаб лучше всех на свете сыграет на рояле заиграл жаб и правда здорово получается эй квак позвал он а ты так можешь не а пискнул квак и словно еще чуть-чуть уменьшился а теперь жаб пройдет воздухе по канату и не упадет жаб легко и красиво пробежал по высокому натянутому канату видал квак а ты так умеешь куда уж мне еле слышно прошептал квак уже совсем совсем маленький внимание вновь прогремел голос жаб исполнит для вас танец невиданной красоты и жаб запорхал закружился по сцене ну что квак крикнул он зал спорим ты так не сможешь ответа не было гляделся жаб в зал а там никого квак ты где испугался он но квак не откликнулся он стал таким крошечным что его больше не было видно не видно не слышно квак пахнул жаб что это с тобой а сейчас великий жаб начал было голос замолчи завопил жаб и заметался в темноте квак где ты вернись я без тебя не могу прости меня квак ты где я дойдись я сказал квак квак стоял возле кровати жаба доброе утро жаб просыпайся квак жаб протер глаза это правда ты я а кто же еще и ты нормального роста да вроде бы квак окинул себя взглядом жаб посмотрел на квака потом в окно за окном ярко светило солнышко квак сказал жаб я я так рад что ты ко мне заглянул я всегда тебе заглядываю сказал квак но тогда завтракать завтракать и друзья с аппетитом позавтракали а потом побежали гулять вот и сказке конец а кто слышал молодец сегодня мы читали две книги арнольда логала про жаба и квака она называлась снова вместе а другая круглый год надеюсь сказки вам понравились и желаю вам хорошего дня и до новых встреч прощаюсь с вами пока пока